Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Итак, еще раз всех приветствую на телерадиоканале Страна.ФМ. Здесь по-прежнему Влад Кутузов, Валерия Майорова и к нам уже сегодня присоединились гости, которых мы заранее, хотел сказать, рекламировали, анонсировали, но в принципе их и прорекламировать не грех, потому что огромное количество полезной, яркой, интересной информации в их головах, которые целый час они обещают с нами делиться. Да, добрый день еще раз, но теперь подробнее. У нас в гостях сегодня Евгений Калилов. Жень, добрый день. Мастер спорт международного класса, тренер профессиональной команды Астаны по велоспорту. И Геннадий Генус, мастер спорта международного класса, эксперт в области биомеханики велосипеда, профессиональный велогонщик. Гена, я правильно ударение в фамилии поставил? Ну, слава богу, не ошибся. Как хорошо, что вы к нам по такому снегу добрались. Вы на велосипедах? Да, мы на велосипедах. Правда? Серьезно? Серьезно. У нас там велосипед внизу стоит. Слушай, а мы хотели начать с биомеханики, а вот Лера как бы темку задвинула в другую сторону. Слушай, а бывают велосипеды, ну, как автомобили, да, шипованные? Вопрос, дилетант, конечно, зимние велосипеды. Да, конечно, бывает. Не то, что бывают велосипеды, как автомобили, есть просто резина для того, чтобы ездить по заснеженным дорогам. То есть ее так же меняют, бортируют, как автомобили? Да, так же меняют, она шипованная, так же бортируют и, соответственно, так же ездят. Ну, грубо говоря, то есть велосипед тот же самый. Он и летом, весной, и осенью, а зимой просто надеваются вот эти вот специально шипованные колеса и вперед. Да, сейчас даже придумали специальный велосипед с такими более широкими колесами, которые позволяют ездить, ну, по целине такой снежной и при всем при этом не ощущать дискомфорта, да, что вас прокручивают колеса, вас где-то заносят. Вы можете двигаться на этом велосипеде и чувствовать себя хорошо. А у нас в парках, между прочим, уже в аренду сдают вот такие, с вот такими огромными колесами. Мы очень прикольно начали, мы за эфиром договорились начать с одного, начали с хвоста, сейчас вернемся опять. Давайте, давайте, серьезную тему, у нас же наука и технологии. Да, поскольку мы сегодня хотели поговорить еще и о биомеханике, но хотелось бы узнать, что это за наука, потому что механика известна всем, био понятно тоже, что это, а вот соединенная воедино биомеханика, что, зачем, почему, откуда пошла и зачем нужна вообще? Ну, в частности, у нас, как бы, что такое механика, что такое биомеханика, почему они, вы считаете, соответственно, разные или почему они одинаковые, но я сейчас постараюсь объяснить очень просто, да, ну, возьмем обычный двигатель, ну, что мы называем двигателем, это автомобильный двигатель, двигатель, который мы называем, я не знаю, там еще как-то по-другому. Там есть куча всяких разных шестеренок, которые, соответственно, заведомо отвечают за движение, за движение данного агрегата, да, и, соответственно, этот агрегат выдает какой-то результат, в конце концов. В биомеханике биомеханики это биологические, как бы, действия, связанные с человеком, да, связанные с что-то такое, что не является, скажем, построенным, а то, что является на сегодняшний момент рожденной природой. То есть, да, это человек, это животное, допустим, да, и так далее. Соответственно, есть понятие биомеханики, и каждое движение у спортсмена, любого спортсмена, начиная от плавания, да, заканчивая, там, я не знаю, баскетболом, да, есть какие-то унифицированные движения, которые максимально сосредоточены на определенный шаг, на определенный бросок, на определенное движение, там, головы и так далее. Чтобы не было, там, называемые паразитных движений, да, в мире, да, и произошла наука биомеханики, люди, которые этим занимаются, они изучают эти движения, они смотрят лучших, они обращают внимание на скорость, они обращают на время, которое присутствует, да, в моменте создающих движений, и, соответственно, создают эту науку, которую мы называем биомеханика. Она приблизительно одинакова и похожа на то, что мы называем двигатель и на то, что мы называем человека движение. Ну, слушайте, получается, что биомеханика, это еще и с примесью физики и математики, насколько я понимаю, да? В какой-то мере, да, там нужно, в принципе, немного касаться и этого, и физики, и математики, и там нужно высчитывать, ты сидишь и вычисляешь, иной раз даже пишешь на листе бумаги, да, ну, почему мы измеряем некоторые, там, положения, да, роста, длины, там, вес берем в наличие, да, потому что мы должны понимать, насколько то, что мы делаем для человека сейчас приемлемо и возможно. Ну, я вот подумала, есть такое выражение, вот как на велосипед, села, поехала, нельзя забыть этот навык, и, оказывается, не так-то просто сесть и поехать на велосипеде правильно, чтобы ничего потом не болело, чтобы коленные чашечки не стирались, да, или что еще? Все, те кто не поздно не болеет, представляете, да, что такое велосипед, на велосипеде вроде как бы... Жень, вот, сори, секундочку, давайте к велосипеду перейдем уже попозже, а прямо сейчас мы прервемся, друзья, у нас в гостях Евгений Халилов и Геннадий Генус, мы продолжим говорить о велоспорте и о беге, даже о плавании, наверное, поговорим, да, и о биомеханике, конечно. Ну и самое главное, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задать в ик.ком.страна.фм, а также 8-909-928-1-89-9, ватсап, вайбер и смс-сообщение. И сегодня у нас гостяк Евгений Халилов и Геннадий Генус. Ну, ребята, мы поговорили чуть-чуть о биомеханике, очень сложная наука, сложнее, чем мне казалось. Давайте потихонечку перейдем к велосипедам, поскольку такое массовая штука. Вообще, мне интересно, в велосипедном деле, в велосипедной науке возможно изобрести что-то новое, потому что для большинства обычных слушателей и зрителей, ну что это, да, рама, руль, два колеса, седло, село и поехало, собственно, да? Ну, в целом, как бы, индустрия велосипедная, она сейчас развивается, и, то есть, есть некий стандарт такой, если мы говорим про профессиональный спорт, то есть, есть некие стандарты, за которые, то есть, разработка рамы и какой-то атрибутики велосипедной, она, как бы, не позволяет выходить. То есть, если говорим про профессиональный спорт, то там особо подвижек немного есть. Если говорить про какие-то любительские катания и покатушки, то в целом есть очень большое количество разнообразных рам, разнообразной геометрии, то есть, там, допустим, какие-то элементы убираются, какие-то новые добавляются, вот. Вот, поэтому, в целом, развитие, как бы, по велосипедному строению, оно, как бы, с каждым годом идет, ну, достаточно так активно. Я прошу прощения, я вот как обыватель, а для чего это разнообразие рам? Что оно дает? Вот, допустим, как мне, придя, вот, человек, который мало катается, выбрать тот велосипед, на котором я прям вот вжух и полечу? Сначала надо определиться, с какой целью, для каких целей вообще собираетесь кататься, то есть, либо это какой-то спорт, либо это просто катание для себя в кайф по выходным. Вот, если говорить про спорт, то вот здесь затрагивает тему биомеханики, то есть, сначала необходимо правильно подобрать себе велосипед, то есть, размер велосипеда, чтобы он не был ни большим и ни маленьким, то есть, подходящим, оптимальным. Для этого, то есть, необходимо замерять антропометрию, то есть, рост, длинные конечности и так далее. Вот, исходя из этого, уже, как бы, рассчитывается непосредственно, то есть, правильный велосипед. Вот, если говорить про просто катание, то, в принципе, здесь особо зацикливаться и не надо, потому что, ну, обычные городские велосипеды, они, как правило, идут, ну, в принципе, у них одна размерная сетка, и они, то есть, ну, продаются, да, их можно приобрести, вот, как они есть. То есть, размер у них не, ну, небольшая сетка по размерам идет. Я просто подумала, что длина колечности и конечности, естественно, играет значение, потому что, действительно, я раньше в этом ничего не понимала. Я подошла, смотрю, там, велосипед мне по цвету подошел, красиво села, и в конце, вот, второго часа катания, я вам серьезно говорю, очень болели коленки. Потому что я как-то так изо всей силы ими крутила, вот, не было вас, чтобы рассказать мне, как правильно выбирать его. Понимаете, да, ребят, критерий выбора велосипеда для женщины? Чтобы походил по цвету. Ну, это главное, да. Ну, профессиональный спорт нам уже не светит, а так нормально все. Главное, чтобы он красивый. Да, да, да. Это да, это совершенно верно. Жень, ты за эфиром сказал вот про интересную штуку, мне хотелось, чтобы ты ее тоже озвучил, по поводу электронной сиденья, да? Да, да, да. Ну, смотрите, мир, как бы, индустрия биомеханики, она сильная, она развивающаяся, она на сегодняшний день, если мы раньше, еще раз повторюсь, да, обращали внимание на то, как человек сидит по углам, по высоте, по отношению тела к велосипеду и все остальное, то ученым стало интересно, что все-таки происходит в момент, когда человек внутри себя сидит на самом седле, как он ощущает это седло к своему телу, да? То есть придумывают определенные гаджеты, которые в нашей компании, мы используем это, крепим на седло непосредственно спортсмена, мы, когда человек садится на седло, видим, да, его, ну, скажем, распределяющее давление на самом седле, чтобы сам спортсмен себя чувствовал эффектно, чувствовал уверенно и, соответственно, удобно, да, так скажем. И самое главное, наша цель, наша задача – это безопасно, то есть это основная наша, наш критерий, мы всегда говорим, спорт должен быть безопасным, он должен быть умным и безопасным. Второй момент, да, ученые начали рассматривать варианты, как он использует в момент давления свою стопу внутри своих кроссовок, либо велосипедных туфлей, то есть они создали такие электронные процессы, которые позволяют внутри его ботинка обратить внимание, как распределяются нагрузки самой стопы. И третий момент, да, на сегодняшний момент – это когда он берется за руль, насколько давление его, соответственно, кистей, ну, высокое или маленькое, или правильно распределенное, когда он упирается на сам руль. Это не волнует, какое направление шоссейное, там у нас сейчас есть такие вещи, как тайм-триал, монтенбайк, то есть мы эти все процессы сейчас можем изнутри посмотреть, не только внешне, но еще и изнутри. Слушайте, ребята, если кто-нибудь думал, что велосипед – это очень просто… Вообще нет. Мне кажется, это сложнее, чем бывшая математика, на самом деле. Я еще раз напомню, 8909-928-189, если у вас появляются вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в WhatsApp, Viber, SMS-сообщения, а также vk.com, слышь «Страна.ФМ». Да, мы сейчас ненадолго прервемся, через несколько минут мы вновь вернемся в эфир телерадиоканала «Страна.ФМ». Будьте здесь, друзья. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ну что, мы продолжаем говорить про велоспорт, про биомеханику. Такие сложные понятия я сегодня узнала и соединила в своей голове. Да, и про многое другое. Я напомню, что у нас в гостях Евгений Халилов и Геннадий Геннус. Ребята, расскажите о вашем центре, чем он занимается и… И правда ли он похож на космический корабль? Да, вы чуть узнали уже в эфире об этом. Да, я могу, скажем, с гордостью сказать с серьезностью то, чего мы создаем на протяжении этих лет, да, то есть последние шесть лет. На сегодняшний день мы выстроили как бы некую такую, да, космическую составляющую здесь, в Москве, в нашем центре, который находится неподалеку, отсюда, в Крылатском. Соответственно, это такой, знаете, 50 квадратных космических квадратных метров, которые позволяют прийти как новичку, как и продвинутому профессионалу и действительно удивиться от того качественного оборудования, которое там находится, от тех качественных коммуникаций, которые там присутствуют. А самое главное, от той качественной работы, которую мы предоставляем нашему конечному потребителю. А самое главное, как это происходит. То есть мы стараемся, чтобы удовлетворенно остался каждый наш клиент, пришедший к нам в центр. Ну вот давайте на примере разберем. Приходит человек, что вы ему представляете? Вот, допустим, он заходит в коридор, и вы ему говорите «Здравствуйте!». Но, Валерий, во-первых, человек не приходит просто так, он уже приходит с каким-то вопросом конкретно. Да, у нас человек приходит с вопросом, человек приходит заранее записавший. У нас не бывает такого, что у нас приходят люди, да, и там, соответственно, создается сумасшедшая очередь. Соответственно, там присутствует следующее, да, мы всегда некое ведем собеседование с человеком, мы узнаем его подноготную причину, почему он пришел, что его беспокоит и так далее. Мы начинаем изучать его антропометрию. После изучения антропометрии человек, соответственно, мы вымеряем его. Многие, кто первый раз задают такой вопрос, ничего себе, а для чего, и зачем так много? Слушай, ты сейчас говоришь, как врач. Да, антропометрия. А, так и есть. Практически. Без образования только врач. Я имею в виду врачебного. Ну, соответственно, на сегодняшний момент, после этого, когда происходит некое изучение этого человека, антропометрии в том числе, мы начинаем работать непосредственно с этим человеком, с его моделью велосипеда. Мы обращаем внимание на все, начиная от ног, заканчивая шейных позвонков, то есть все, что связано с велосипедом, все узлы его тела. И, соответственно, мы изучаем также его работу мышц и выстраиваем полностью. Он себя видит не только внешне, то есть, так скажем, да, он видит себя также и на определенных носителях, то есть электронных носителях, то, что мы называем гаджеты. Он видит себя со стороны, как снимает его видеокамера, как мы выстраиваем его углы, мы ему, если это необходимо, это ему интересно показываем. Соответственно, он себя видит также, когда он крутит, как взаимодействует его правая и левая нога, как работают его мышцы, есть ли мертвые зоны в педалировании, правильно ли настроены шипы, давит ли он центральной частью стопы, либо внешней, либо внутренней. Мы это все показываем, объясняем, то есть, ну, даем обратную связь и, соответственно, подводим итог, настроив его велосипед, предоставляя ему четкие, плановые его размеры его велосипеда. Слушайте, а мне все не совсем понятно, я не знаю, кто Геннадий, Евгений, кто ответит. В плане профессионального спорта все ясно и вопросов нет, но зачем это обычному человеку, который занимается на велосипеде на абсолютно любительском уровне? Ну, как минимум, это комфорт. Это вот самое первое, то, что, то есть, у любителей самая большая проблема, то есть, это комфорт, это как минимум седло подобрать, правильно, да, то есть, чтобы комфортно было сидеть, и пятая точка не давала о себе знать. Вот, потом, когда появляется комфорт, естественно, появляется потом какой-то азарт скорости, не знаю, то есть, там, каких-то уже гонок и так далее. То есть, здесь уже включается эффективность, то есть, и здесь вот как раз-таки уже начинается именно, то есть, биомеханика, помимо работы с седлом, со всеми остальными частями. Ну, избежать травм тоже реально со спиной, это, да, там, с мышцами, не растянуть ничего, не дай бог. Да, важный фактор – это снижение травмоопасности, потому что можно, допустим, кататься на велосипеде даже по выходным, да, но, тем не менее, при неправильной нагрузке, при неправильном давлении на педали, то есть, могут быть в будущем какие-то последствия, то есть, негативные на те же колени, стопы, седло. Нет, дай бог. То есть, основной запрос – это комфорт, или, бывает, люди приходят и говорят, а можно как-то при помощи велосипеда оздоровиться прямо? Валерия, давай вот этот вопрос пока в воздухе так вот чуть-чуть, пусть он повисит немножечко, а мы прервемся ненадолго, друзья, и очень скоро продолжим и вернемся в эфир телерадиоканала «Страна.ФМ». Итак, мы остановились практически на самом интересном месте, с какими запросами люди обращаются вообще, с чем можно прийти, то есть, комфортно. Понятное дело, чтобы ехать, чтобы ничего не болело, а еще? Ну, люди приходят еще с вопросами болевых суставов, которые у них присутствуют, да, когда они садятся на велосипед. Что делать с этим? Они приходят некоторые, чтобы избежать это, да, заранее, соответственно, это с ноля начинают заниматься просто обычным любительским спортом. Вот, и это самые такие основные факторы, которые возникают. Зачем и почему приходят к нам люди? А как-то оздоровиться-то можно при помощи велосипеда? Ну, это вот самый главный, как бы, вопрос и задача стоит каждого, кто к нам приходит. Это действительно, чтобы спорт, тот, который они хотят заняться, тем, которым они хотят заняться, он был для них здоровый. Поэтому они в первую очередь приходят за тем, чтобы получить правильный вектор, сесть на велосипед и здорово и здорово крутить педали. Женя, а вот ты говорил за эфиром, нам, мне кажется, очень интересная тема по поводу того, что если болят мышцы, да, после нагрузки, это одно, и это правильно, ну, если они не подготовлены, правильно. А если болят коленки. То есть суставы и так далее и прочее, это уже какой-то такой нездоровый симптом, и, значит, что-то ты делаешь неправильно. Да, да. Вот есть фактор такой, мы всегда, скажем, да, сравниваем. Если посадить вас на полусогнутых, да, ну, образно говоря, и попросить постоять так 3-4 минуты, вы почувствуете, как у вас будут напрягаться коленные суставы. Если вы немного исправите положение, чуть выпрямите, получается, свои ноги, вы почувствуете, как нагрузка, да, сойдет с коленных суставов и перейдет просто на стопы. Таким образом, вы более себя уверенно будете чувствовать, потому что стопа, она тренированная, скажем, и она может выдержать подобную нагрузку. То же самое на велосипеде, да, мы все представляем, почему болят колени. Есть несколько факторов. Первый фактор – это может связано с высотой седла быть, а второй фактор – это может связано с тем, что неправильно были выставлены, ну, ботинки, скажем, на педаль. То есть фактически многие люди привыкли на педаль класть ноги, как утка, то есть двигаться вот в таком положении. Коленный сустав не привык этим пользоваться, да, соответственно, происходит некое такое, знаете, X в момент движения коленного сустава. Из-за этого возникают и болевые ощущения у любителей, у начинающих, у людей, которых вообще как бы не понимаешь, что может быть, если ты, ну, некачественно, неправильно сидишь на велосипеде. И тут надо понимать, что даже двухчасового катания неправильно может хватить для того, чтобы потом обрести некие проблемы. Я думаю, 10 минут хватит неправильного катания. Все зависит от нагрузки. Можно кататься по набережной и не ощущать эти два часа в удовольствии останавливаться каждые 15 минут и смотреть на какую-то природу. А можно ездить эти два часа, да, вот непрерывно и в конце ощутить. Все зависит от темпа и нагрузки, которую вы используете. Слушайте, ну вот колени, это такая самая известная тема, да, вот вообще человек садится на велосипед, на что ему обратить внимание? Я так понимаю, что еще и шейные позвонки, да, очень часто люди почему-то тянут вот эту шею, ну, я на себе говорю. Но спинап-звоночник это важная вещь. Да, какие моменты нужно для себя оценить? Вот я, допустим, я села на велосипед, и на что нужно обратить внимание, правильно я делаю или неправильно? Ну, в первую очередь, когда вы садитесь на велосипед, да, нужно обращать внимание, если вы без контактных педалей, да, это высота вашего седла. Ну, есть один момент, если у вас нет контактных педалей, высота седла постоянно будет меняться. Почему? Потому что стопа у вас будет ерзать по педали. Она будет то слишком низко, то слишком высоко. Почему? Потому что либо если вы крутите с носка, это будет для вас седло низко, если вы крутите с пятки, это будет для вас седло высоко. Ну, примерно, понимаете, да, почему? Да, да, да. Вот, это первый момент, то есть на седло обращать внимание. Второй момент, соответственно, длина рамы. То есть, когда вы садитесь, да, вы не должны тянуться за рулем вперед, вас не должно вытягивать, вы должны, если вы это прогулочная, комфортная езда, как бы приобретать или брать на прокат велосипед, где будет стоять либо, а, длинный вынос, если вы очень длинный по туловищу, либо короткий, если вы, соответственно, чуть меньше, чем у средней стихистики. Ну и высота, соответственно, тоже не должно быть задрана, вот, совершенно верно, ну, конечно, конечно, совершенно верно, потому что неподготовленные ваши мышцы могут реально дать через некоторое время обратную связь. Я предлагаю прямо сейчас нам прерваться ненамножечко, да, прерваться ненамножечко, да, прервемся, а потом снова вернемся и продолжим наш разговор, друзья. Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Друзья, продолжаем наш разговор, в гостях у нас сегодня Евгений Халилов, Геннадий Геннадий, говорим и о биомеханике, и о людях, и о велосипедах, и о чем еще. И о статистике, волшебное слово «статистика» прозвучало у нас сейчас за кадром. Слушайте, ну давайте повторим для наших слушателей, сколько людей вот в России занимаются активно, серьезно велоспортом. Давайте немножко, немножко буквально, я постараюсь 10 секунд сказать, что мы за эти два с половиной года собираем всю статистику, которую мы называем велоспорт, бег и просто триатлон. Соответственно, она у нас может быть не точная, наша внутренняя статистика точная, но внешняя статистика, которую мы получаем при разговорах с разными умными людьми, скажем так, она немного плавающая. Ну вот, соответственно, возьмем 2017 год, это такая сухая статистика, не точная, но, возможно, в какой-то мере приближенная. За 2017 год в России то, что мы называем триатлоном, то, что мы называем айронменом, да, официально прошло примерно около 4,5 тысяч человек. То есть это то, что прошли половина айронмена, половинка такая называемая, там, 90 километров, 21 бегут и, соответственно, 2 километра плывут. И то, что мы называем полный айронмен, это 42 километра бегут, 180 едут на велосипеде и, соответственно, 4 километра, то есть 3,8, они плывут. Слушай, но в масштабах страны цифра не такая большая. Да, при нашем количестве населения это 140, там, плюс-минус миллионов, 7, там, 3, 5, неважно. Ну, сейчас, секунду, эти цифры, 4,5 тысяч, это больше, чем было в предыдущие годы, правильно я понимаю? Конечно, это в 2 раза больше. Да. Это в 2 раза больше, что, в принципе, да, радует. Радует то, что в России появляются люди, которые занимаются здоровьем. Но я понимаю, здесь есть какое-то но, причем очень большое. Ну, как сказать, здесь но есть. Если мы сравниваем нас, допустим, с тем но, да, которым мы называем Соединенные Штаты Америки. Ну, вот о чем речь, да. Да. Ну, скажем так, на сегодняшний момент население Соединенных Штатов составляет, мы берем от общего количества населения, 300 миллионов. То есть это в 2 раза больше, чем в России. И масштабы, как бы, достаточно очень интересные. Но за 2017 год в Соединенных Штатах официально зарегистрировано, кто прошел половинку и полный Iron Man, 4,5 миллиона. Вот так вот. 4,5 тысячи и 4,5 миллионов. Слушайтесь вы эти цифры. Какая-то колоссальная разница. Да. Я за здоровую нацию, еще раз повторюсь, я очень хочу, чтобы моя нация, которая называется Россия, была самая здоровая. Она есть действительно великая. И я надеюсь, что в ближайшем будущем все-таки мы эту статистику изменим в лучшую сторону. Просто я бьюсь над этим. Почему я занялся наукой? Почему я занялся биомеханикой? И почему мы этим занимаемся? Потому что мы ждем, что все-таки в России появятся люди, которые захотят заниматься хотя бы любительским спортом. А вот, кстати, Евгений, Геннадий, кто из вас ответит? Я не знаю. Исходя из этого, возникает вопрос. Это все-таки проблема наших людей, которые изначально... Ну, мы не самые бодрые, мне кажется, люди в мире. Мы часто ленимся, нам часто тяжело начать что-то новое. Или все-таки это проблема государственной поддержки, которая отсутствует на данный момент? Я как вариант, гипотетически. Я могу сказать, что все-таки это второе, да, потому что у нас народ неленивый, у нас народ действительно активный. Вот, я могу сказать, что люди даже, которые, ну, не имеют финансовую поддержку, они занимаются спортом, занимаются спортом любительским. Они просто не могут, не в состоянии, действительно, за счет определенных своих издержек, да, вложить деньги в развитие умного спорта, так скажем. Но, опять-таки, мы таких людей поддерживаем, мы таких людей ведем, мы таким людям стараемся помогать. А почему зашел вопрос еще про, собственно, велосипед, да, потому что открыли же, много в Москве стало велосипедных дорожек, много прокатов велосипедов и так далее. Да, мы же самая велосипедная столица. Если посмотреть даже в Инстаграм, то, ну, ты видишь, что половина твоих друзей ушли в ЗОЖ, бросили все вредные привычки, начали питаться правильно и так далее и прочее. Мне так кажется. Серьезно, да, то есть появились велосипедные дорожки? Ну, в центре, говорят, на автомобилях не проехать, только велосипеды. Сейчас, Лера, мы сейчас не то сказали. Ну, понятно. Я понял. Слушай, давайте, вот интересная тема, кстати, потому что у Евгения есть свое мнение по этому поводу, и, Женя, озвучишь его совсем скоро. Чуть-чуть попуще, сейчас прервемся на пару минут и вернемся. Музыка, представляете, как хорошо едешь, музыку в наушниках слушаешь, а нельзя слушать музыку в наушниках, когда ты едешь на велосипеде. А вот, кстати, интересный вопрос, можно ли слушать музыку? Есть какие-то правила вообще? Конечно, есть, можно, нельзя слушать музыку. Нельзя слушать? Вот прямо сейчас разные крылья, крылья оторвали. Нельзя слушать музыку, нельзя. А почему? А в наушниках? Ну, во-первых, она отвлекает. Вы это одно и то же примерно, как разговариваете по телефону. Во-первых, если вам сигналит машина, вы не услышите. А если взади вас обгоняет велосипедист, который хочет вам посигналить через свой звонок с надписью рекламы банка, да, который мы называем такой круизный городской велосипед, вы тоже не услышите? А что может произойти? Вы начнете случайно вилять, он вас зацепит, и вы упадете. А если вела-трек крылацкая, ты один, никого больше, и ты в наушниках слушай? Запрещено. Вот так вот. Как же так? Вот так вот, я обсуждаюсь. А самое главное, что очень важно ездить в каски. Какой бы вы ни были гиперпрофессионал, вы обязаны одевать еще и каску. И даже если вы спали на бегудях, тоже каску. Совершенно верно. И любителям это тоже совет в каске есть. Да, да, совершенно верно. Слушайте, мы на таком интересном моменте остановились. Прям вот щекотливая ситуация. Так есть у нас велодорожки или нет? Для спортсменов, которые могут тренироваться каждый день, проезжая по центру города на работу. У нас есть единственная великая велодорожка, которая, в принципе, присутствует в Крыласском. Это Олимпийское кольцо. Велосипедное, шоссейное. Которое построено в 79-80 году. Но, к сожалению, оно сейчас находится в таком состоянии. Оно в хорошем состоянии, но за ним нужно ухаживать. Могло бы быть и лучше. Могло бы быть и лучше. На этой зоне можно было создать определенную инфраструктуру. Вот это единственная дорожка, позволяющая тренироваться любителю, который занимается любительским велосипедным спортсменом. А вот эта вот узкая колея, отгороженная специально, чтобы никто не трогал велосипедистов, вот в районе Кузнецкого моста, она не подходит? Она подходит для любителей катания с рекламой банка велосипеда. Вот велосипеды, где написано «реклама банка». Вы можете его взять в прокат и свободно кататься на этой дорожке. И то, если, знаете ли, там два велосипеда с корзинками, и объехать один невозможно, корзинки не пропустят. А еще, учитывая то, что там будет идти женщина или мужчина с коляской, а еще учитывайте то, что обычный человек, который просто идет пешком, он тоже залезет на эту дорожку. Ой, я вас спрашиваю, пожалуйста, вот вы сейчас вот серьезно обратитесь к женщинам с колясками, объясните им, что велодорожки для них. Я не знаю, почему они не понимают. Я не знаю, как это объяснять еще. Это очень важная проблема. Очень важная проблема. Я хочу просто сказать, да, что у нас есть единственная велодорога, которая реально позволяет и по требованиям наших спортсменов позволяет тренироваться. Это велотрек Крылатское и Олимпийское кольцо, Крылатское шоссе. Там периодично, особенно когда становится тепло, ты видишь девушку с коляской, да, или семью с коляской. Я бы очень хотел бы действительно, чтобы они обратили внимание на то, что там это небезопасно. И учитывали то, что там ездят велосипедисты, вот, и учитывали то, что там места не для прогулок, потому что есть действительно специально отведенные тротуары. И слава богу, их в Москве за последний год настроили безумное количество. И становится все больше и больше, да. И эти тротуары позволяют гулять с детьми, и при этом это безопасно. Слушайте, ребят, ну что мы все о других, да, о других. Давайте уже о вас, в конце концов. Давайте расскажем, чем к вам могут прийти люди как профи, так и любители. С какими вопросами, чем вы им можете помочь, как проконсультировать. Вообще, где вы находитесь, как вас найти, номер телефона, сайт, все, что угодно. Как записаться, опять же. Нас можно найти очень просто. Мы находимся на велотреке в Крылатском. Это Крылатская улица 10. Здание велотрека. Каждый, кто вдруг попадет в это место, это культовое место, может зайти в центральный холл, пройти в центральном холле буквально 10 метров после входа, развернуться на 90 градусов, поднять голову на второй этаж и увидеть огромный, красивый, светящийся, прозрачный офис MySportExpert. Как красиво ты рассказал, прям, аж захотелось. Да, да, да. Кстати, вот по поводу захотелось. Вот, допустим, непрофессиональные люди, которые, ну, непрофессионалы, которые хотят заняться велоспортом, у них возраст какой? 23 плюс или 45 плюс? Есть какое-то ограничение, когда уже совсем не надо? Вы знаете, я видел людей, которые начинают заниматься велосипедным спортом, которым и 70 лет. Я видел детей, которому 14 лет, которые приходят и говорят, мне интересен велоспорт, я бы хотел правильно сесть на велосипед. И, в принципе, мониторив информацию в соцсетях, я обратил внимание на вашу компанию, где было написано, что вы можете меня правильно посадить на велосипед. То есть у детей с 14 лет, с 13 лет, с 12 лет возникают подобные мысли. Но у вас же огромное количество там еще очень известных людей, фамилий которых не будем упоминать, потому что уже очень серьезные дядьки какие-то. В нашей компании нам это очень приятно. Мы гордимся тем, что мы можем предоставить действительно правильный вектор в спорте разным людям, и в том числе слишком знаменитым людям, и в том числе людям малоузнаваемым. И нашу компанию посещают разные люди. Слушайте, у нас эфир заканчивается. Вам большое спасибо, что пришли. Напомню, нас в гостях Евгений Халилов, Геннадий Геннус. Ребят, приходите, еще было крайне интересно. Спасибо вам огромное. До свидания. До свидания. Пока.